Я ему вот тощий-тощий. Он очень высокий, наверное, выше, чем вы. И он сказал, Галина Кирилловна, приехайте. Он в такой панике, что она умерла. И он прожил только после нее год. А сколько ему лет было? Он с 24-го года. Ну это почти 90. 90 лет было бы в этом году. Чего я его? Как я его узнала? Маяк. Написал, вот здесь пишу, про него заметку. И вдруг, вот мне все время попадается, попал кто-то, принес мне этот маяк. И я прочла, и там написано, сейчас он приезжает и живет в поселке Денчино, Комсомольская улица. Я пошла, поехала, нашла его. Ну а кто он? Кто он? Он доктор географических наук, профессор, преподаватель МГУ. Вот одну книжку. Я вам давала или нет? Нет, не давали. Он мне именует 25 книжек. Одну он мне именует и еще три дал. А потом я у него... Вот вам три книги. Не, много мне. Лучше одну, а... Не надо! Отдайте кому-нибудь. Хорошо. Дело все в том, здесь написано своеобразно. Вот кому не давала, вот и дочитают. Как будто он не на войне, а такое повествование, как наши старые писатели. Ну отдайте, Надьки, Лилии, там... Не, отдам, это не вопрос. Да, 25 штук. И все с удовольствием. Кому бы я? И Юрий на работе, и кому. А вторая книга, он мне только две. Вот когда жена умерла, я поехала к нему. Годы странствий и наблюдений. Это он чисто пишет, как он доктор географических наук, где он был. Он на Камчатке, весь север, Сахалин, весь Дальний Восток. Это же старый ученый. А как я еще его, там написано, что он был на Курской дуге. Когда я стала с ним разговаривать, он был на Курской дуге артериористом, так же, как и мой брат. А как отчество-то его? Владимир Суходровский? Владимир Леонидович Суходровский. Понятно. А как я его нашла могилой, вот Николай Иванович, который в нашей инициативной группе. Я стала с ним разговаривать. Умер. И он мне сказал, я стала разговаривать, и с ним рядом живут Суходровские, его родственники. А он говорит, Гальдин Киринов, а вы знаете, он зимой умер. Его похоронили, я так и ахнула. Вот, говорил, говорил. Он участник войны, я так смотрю, что испытание войной. Говорю, вы вот ничего не слушаете. Говорю, он был же на Курской дуге, как его и брат 12 июля. Нет, я не в том плане, я хотел сказать. Я говорю, как участнику войны, все-таки должны бы военкомат памятник установить. Дальше вы слушаете, что я вам расскажу. Слушаю, слушаю. Вот, надо дослушать до конца. Хорошо, молчу. Я тогда ахнула. А как найти могилу? А он мне сказал, недавно. А он умер 14 января. Как найти могилу, я не знаю. А Николай Иванович сказал, со мной его родственники, я сейчас в Москву позвоню и расспрошу. Расспросил, он сказал, в главной аллее, в Детчино, старое кладбище. Идешь по главной аллее до самого конца, там стоят березы и похороны. Он схоронен, а как я узнаю, там его жена схоронена, Нина Разумейко, ей памятник стоит. И ты найдешь. Я хотела на Петра и Павла, потому что 12 июля мой брат погиб. И он на Курской дуге. Я не успела, пробыла в Кариджах, жарко было. И думаю, надо съездить. А тут Юру прислал одного, помогал мне мальчика. Мальчика, говорю, Андрей, поехали, приехали на кладбище. А этот, который, вот я сейчас вас провожу, который там на кладбище. Я говорю, да не надо, мы найдем, полей. Что? Ушла. Лен, закрыла калитку, просто замок? Да, да, да. Ладно, а черное ведро принеслась? Под твоим окном вот здесь стоит. Водой налила? Нет. В мою колодице налей. Это. Пошел. И он мне сказал, знаете, говорит, он, видимо, хороший-хороший мужик, молодой, так лет 40. Говорит, как похоронили, никто не был у них. Мы пришли туда, могила вся обвалилась, зимой хоронили. Крест стоит, венки, а бы как. Три венка всего. Нет, не три. Четыре. А бы как. Я говорю, Андрей, поедем завтра, лопату, все наберем, воды возьмем, все как надо. И вот Лена, говорит, я поеду с вами. Мы набрали воды, все, лопат. А я говорю, Андрей, сейчас приедем. А там, да. А этот мужик нам сказал, заехайте к ним. А я говорю, у меня нет желания никакого к ним заехать. А дом наследства старинный. Пловицы, плавицы, вот такие. Все себе. Еще там они. Он же все-таки доктор наук. Ай! Ушла. Ну, ей тоже, наверное, лет шестьдесят. Какая разница, сколько ни лет. Когда я у него-то была, уже жена умерла. Его была старшая дочь. Такая хорошая, все рассказала. Папа, дай книги. У него три книги было здесь. Дай две книги. Одну, я не знаю, две с надписями. Он мне дал две книги. И опять подписал. И он говорит, Галин Кирилловна, приезжайте, плохой. Она сказала, он ничего не ест. Одна дочь, а у нее две дочери. А вышла другая дочь. А он рассказывает, этот, который на кладбище. Со старшей дочерью был инсульт. Значит, ту дочь, которая была, с ней инсульт, она не вышла. А эта вышла. А мне Андрея говорит, Галин Кирилловна, сейчас будете ругаться? Не ругайтесь. А я говорю, а что я буду ругаться-то? Ну, раз они хотят ехать. Я говорю, мы с кладбища оттуда. Почему вы 14 января умерли, вы не были. Могила вся. А там зимой же хоронили, не песок, а глина. И вся ухнула туда. Я говорю, ну что ж, трудно, что ли, вам сходить и оправить могилу. Я говорю, завтра мы приедем все там делать. И я едем вчера, я говорю, вечером, поздно уже, 4 часа в пятом. Я говорю, Андрей, сейчас приедем, а могила вдруг обделанная. Правда, приехали, но чуть-чуть. А что они делали? Там трава, они взяли и траву туда, и на траву собрали глину. Трава завтра эта загниет, и опять все обвалится. Мы вчера кое-как эту траву, Андрей птиханул, не стал. И говорит, здесь родственники были, а вы, Галина Кирилловна, хотите все сделать по-другому. И все, брызнул. И мы с Леной. А водитель, у него палец сломан, не мог. И мы с Леной все хорошо набрали воды, и Ленка все вымыла. Все прорыхлили, собрали эту. Две сумки собрали мусора. И понесли, хорошо там жгут все время. Вот как люди делают пьянку, выкопали, жгут все. И собрали. Они все покидали, и все. Я написала заголовок такой. Вот это вот лежит у меня. Вот оно. Я тоже знаю это. Три раза в этом монастыре Псковска, Печорском была. И там вот этот вот, не святые, святые. Книга была. Христианин. О нем пишут, какой он был. И вот его исповеди. Книжка, как он исповедовал. И пятая заповедь. Вот здесь лежит. Что написано здесь? Чти. Это у нас простая написана. Почитай своих родителей. А там вот как правильно. Чти отца твоего и матерь твою. Да, благо ти будет. И долговечен будешь на земле. Вот я предисловие написала. И вот я себе плавно написала. И думаю, напишу. А дальше напишу. Продолжение следует. Я не могу написать все в одной статье. Вот что так. Ну, давай так и поступим. Сейчас ограничимся этим. Нет, я что дальше напишу. А дальше такого человека нельзя. Во-первых, он рассказывал мне про войну. Я вам чуть-чуть расскажу. Он тоже артериорист был. Почему мой брат? Брат техникум кончил. И три месяца учился в Тушино. На артериориста еще. А он десятилетку кончил. Детчинскую школу. И он тоже. И он рассказывал. И говорит. Вот стреляешь. Пушка, да? Станина такая. И говорит. Некоторые не могли. Падали на землю. Стрельнут. Потому что, говорит, станина вот от пушки. Вот так ходила. Люди, говорит, глохли и падали прямо на землю. Вот как он рассказывал. И он, говорит, я остался жив. Почему, я не знаю. Он прошел всю Отечественную войну. От этого, от... Начинаю. Он не с Курской дуги начал. А с 42-го года от Москвы. Сначала в ополчении был. А потом пошел на Курскую дугу. И он все. Я, говорит, не знаю. А заканчивал где он? А заканчивал в Берлине. Как всегда. До дня. А после Дня Победы его заставили еще служить три года. А он хотел очень учиться. Он писал рапорты, а его не отпускали. И последний рапорт написал. И его он же закончил старшим лейтенантом. Он, говорит, у меня... Я не знаю. Я, говорит, служил правдой. Ну, медаль какая-то у него там есть. Говорит, мне не медаль. А было раньше так. Служил, а тебе ни одной. И вот он рассказывал. Я хотел учиться, не давали. И только в 49-м году он ушел в этот университет. Кончил его. И вот он кончил. географа, понимаете, как он по ледникам работал. И у него географ геоморфологических. Вот ледники это так и называется. Он был здесь. Он, когда жену похоронил, не знал. Вот это привозил его... Его внук привозил. И это дочь. И я у него бывала. Приедешь, он нарежет там это... Ну, коньяк мне начнет угощать. Хорошую еду Галина Кирилловна давать. И вот как вот так все. И сюда приезжала ко мне, чаем угощала. И вот как его дочери. Представляешь? Дом оставил. Дом родовой. Вот такие половицы. Все. Они еще построили. И могилу никто не хотел. И мне этот... Сказал этот Николай Иванович, который... Ну, Галина Кирилловна, вы везде. Ну, как я оставлю? Участник. Вместе с моим братом. Береговое было. На Курской дуге. И я вдруг оставлю его. Здоровы были. Ну, нет. И все. И вот мы вчера столько цветов поставили. Это под венки, чтобы подольше. Розы отвезли с Ленкой. И Ленка так поохотилась. А теперь буду ездить. Понятно. Вот так мальчик. Батюшке рассказываю. Говорю, ну все, мне теперь не хватит. Ну что, дописываю? Ну, давайте. Или назад поедете, заедете. Или нет, когда могу. Или допишу. Да время еще есть. И сейчас есть.